Козыла Молодежь несет особую ответственность за сохранение развития культуры и спорта в Тувем. Спорт закаляет и воодушевляет каждого, кто им занимается, говорит Белек, Паир, Делек. Именно по этой причине родителей молодого спортсмена с детства привили ему любовь к национальной борьбе. И также он сам будет учить детей спорту. Потому что Тувеминская национальная борьба это наша в первую очередь гордость. И во вторую очередь для свободного времени, чтобы не было там постоянно, надо заниматься. И для факультета тоже, чтобы соперничество было в Тувеминском старшем учить. Для студентов физкультурного факультета турнир необходим. Целеустремленность, которую борцы проявляют в турнире, нужна для будущих педагогов, считает преподаватель ТГУ. На нашем факультете очень много молодых людей, интересующихся национальной борьбой. Есть среди них и те, которые в последующем уходят в большой спорт. Все зависит от первого толчка, который они получили в учебных заведениях. Несмотря на то, что турнир ежемесячный, количество желающих участвовать в борьбе с каждым разом увеличивается. Но одно остается неизменным. Танец орла, захватывающая схватка и молодые люди, желающие стать титулованными борцами республики. В Кисловодске 18 сентября открылись всероссийские соревнования по художественной гимнастике среди представителей спортивных сообществ вооруженных сил России на призы олимпийской чемпионки Ирины Чащины. Участие в них принимают около 230 спортсменок из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Волгограда, Астрахани, Иркутска, Владивостока, Ставропольского и Краснодарского краев и из Тувы. Республику представляют пять воспитанниц ЦСКА ТВА под руководством тренера Алены Удот. Гимнастки выступают в личном первенстве и в групповых упражнениях с предметами и без. Десять лучших спортсменок по итогам турнира отправятся на всероссийские соревнования юных гимнастки, которые пройдут в Пензе с 8 по 14 октября. Продолжение следует...